Баттл Пасс Баттл Пасс, ну, я бы сказал, остается одним из лучших способов доната по одной простой причине, потому что за стоимость особого пропуска на Баттл Пасс вы только голдой получаете из Баттл Пасса 3700 голды, из которых 1700 золота лежат на разных уровнях в самом Баттл Пассе, плюс к тому 2000 вы получаете из запертого сейфа, если спокойно, нормально будете играть в течение месяца, не особо напрягаясь, да и если в нашем случае ПЗ-38НА есть в вашем ангаре, то еще и за него получите компенсацию золотом, ну и, соответственно, пересечете отметку в 4000 голды, собранных из 60 уровней по Баттл Пассу. В конце Баттл Пасса у нас, как обычно, лежат особые контейнеры, контейнер операции, и в данном контейнере операции нам предложили, как обычно, фазу Е1, которую, я думаю, никто не заберет, исходя из процента выпадения данной машины. Напишите, кстати, в комментариях, у кого фаза есть, потому что у меня, допустим, за все время существования Баттл Пасса, я пропустил, ну, крайне мало их, я все-таки фазу забрать не смог, несмотря на то, что забираю больше, пустых, да, больше бесплатных контейнеров, нежели многие игроки, потому что вовремя обновляю задачу на каждую неделю, делаю это абсолютно бесплатно. Так вот, ребят, помимо фазы, здесь еще есть такие классные машины, как Проджета-46, довольно интересный танк на 7 уровне, ФВ-201, и, я бы сказал, довольно неплохой тяжелый танк, хотя и не сияющий на сегодняшний день, АМХ М4-49. Также можно собрать себе несколько машинок из частей сертификатов, в частности, Шарль, здесь есть у нас Бархан, Бык, которого хотелось бы заиметь, не хватает всего 45 частей, есть у нас Черчилль-W, и дальше сертификатики, точнее, части сертификата на машины, которые можно забрать себе целиком из этого контейнера. Короче говоря, в целом особо ничего удивительного. А вот то, чего я действительно не понял, нет, то, что тематика Мэтт Геймс присутствует в Баттл Пассе, это мне понятно, и тем более у нас в этом месяце, даст бог, появится новая тачка Мэтт Геймс ко столом, и вот для того, чтобы популяризировать, скорее всего, данное событие по Мэтт Геймсу, ребята, разработчики и художники решили приукрасить всем известного товарища в нашей игре Першинга, и сделать для него вот такой вот уникальный внешний вид в стиле Мэтт Геймс, но я, честно говоря, не совсем понимаю, почему взяли именно Першинга, для того, чтобы его таким образом приукрасить. В отношении детализации, в отношении красоты прорисовки и тематики у меня вопросов, в принципе, никаких нет, особенно меня радует то, что, играя на данной машине, вы-то в основном будете видеть свою корму, тут тоже есть чему глазу зацепиться, ну и, соответственно, в целом вопросов у меня, как я сказал, по внешнему виду нет, есть вопрос, почему именно эта машина. Также я не совсем понимаю, почему разорванный ствол продолжает шататься на ветру, это первый вопрос к художникам, и второй, зачем сюда прилепили вот этот вот пропеллер. Как мне кажется, немножко изуродовали переднюю часть машины, лучше бы сюда поставили там какой-нибудь пулемет, который будет отстреливать в момент, когда вы кого-то подрываете, допустим, ну или что-нибудь подобное, а не что-то непонятное, что периодически вот так вот прокручивается и успокаивается. Я бы лично выбрал вместо першинга другую машину, и хочу, чтобы вы написали в комментариях, согласны вы со мной или нет. Вместо першинга, в том же приблизительно плюс-минус внешнем виде по корпусу и по башне, я бы взял Т-32. Как мне кажется, он больше подходит для Мэтт Геймса, потому что машина борзая, машина действительно может решать периодически на своем уровне, является тяжелым танком, а значит живучим. Да и в принципе, обратите внимание, машины Мэтт Геймс в основном именно тяжи. Почему взяли средний танк для того, чтобы его приукрасить, я не совсем понимаю. Хотя, с другой стороны, возможно, это повлияло бы на Костолома и типа немножечко как-то ударило по его эго. Не знаю, ребят, в отношении выбора машины, мне кажется, разработчики немножко ошиблись. Но в целом, как я уже сказал, Батл Пасс остается довольно неплохим способом доната, и если вы хотите грамотно потратить свои реальные деньги в нашей игре, то я бы рекомендовал все-таки покупать особые пропуска на Батл Пасс, потому что с них можно неплохо поживиться. К слову, здесь можно поживиться не только голдой. Здесь есть серебро, свободный опыт, куча разных бустеров, внешние виды. А самое главное, здесь встречаются у нас сертификаты на исследование техники, которые дают скидку, и на покупку техники, что существенно облегчает прокачку какой-то конкретной ветки. Всем искренне желаю получать удовольствие от игры, а от меня лично, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.